Привет зритель! Сейчас тебя ждут парфюмы на май. Так как мои любимые духи цветочного диска, которые подарила мне подписчица Лёречка, практически закончились и будут в пустых баночках мая, ибо ну там совсем чуть-чуть на два-три раза осталось, то я решила как бы, я только их что-то последние пару месяцев и узала по большей части, хоть у меня были заявлены другие духи, я решила, что пришла пора заюзать до конца вот эти. Это Морган до тебя, Морган де Туа, я его все время называю Морган де Той, мне потому что так больше нравится, французские духи, когда-то покупала на клубнике. Короче, они как бы у меня еще, даже рука дотянулась, они близки с цветочным диском, немножко отличаются, но по большей части как-то в одной стезе, так, на одной полосочке, на одну линию можно поставить. Короче, прескать я сейчас их не буду, у меня наверняка, я о них более подробно говорю в каком-нибудь из своих обзоров парфюмов, это как раз вот в плейлисте парфюмов, так же как и этот обзор, и если кому интересно, просто гляньте, может даже в самых ранних, вот первые там три части, в 2015, наверное, году снятые, вот там оно есть, короче. Просто у меня такая дикая мигрень, второй день, не знаю какой день, у нас такая дикая погода, то дождь, то есть солнце, и вот, короче, вот. Какие-то я понюхала, большая часть из них будет свежее, такие. Это, ну, не то, что свежее, это больше все-таки ближе к таким сладким цветочным. В общем, Морган да ты, ой, Морган для тебя. Потом, Монаромат, который все еще не закончится. Честно, я сейчас тупо открыла полку с духами, доставала, что в руку попадется, что-то специально искала, она вообще понимала, вау, это то, что я хочу. Что-то просто нюхала, ну, да, он как-то не катит. А что-то, вау, вау, оно пойдет. А что-то пару раз понюхала, вот, оставляла в сторону, и потом нет, все-таки оно пойдет на май. В общем, Монаромат сирени, мне кажется, он универсальный на любое время года, на любую погоду. В общем, он у меня пойдет на май. Может быть, ему повезет, он будет в пустых баночках май, а может, не повезет. Хотя, смотря как это воспринимать, может быть, он еще останется и на лето, допустим. Если какие-то шорохи, то у меня тут зонтик мучает котенок. Я как-нибудь запишу, процесс ее бытия жизни на камеру, чисто вот так буду с камерой за ней ходить, или поставлю камеру на штатив, и буду его крутить, потому что она тут иногда такие кренделя выдают, а у меня пару дней подряд камера почти полузаряженная была. Вчера так вообще все разродилось. В итоге, короче, те, которые я сначала взяла, потом отставила, потом решила, что все-таки надо. Это Саммер Вайт. Без всяких других названий оригинальный, можно сказать, Саммер Вайт. Потому что не оригинальные, это все остальные Саммер Вайт Брайт и так далее, и тому подобное. Непартайз. Он для меня напоминает, ну, немножко такой свежий, с горчинкой, напоминает натурель от ифроши, которая у меня закончилась, пычаль, хнык-хнык, кто хочет подарить мне натурель, может сделать мне приятное, я буду очень рада. Я даже передам вам привет в видео, типа, спасибо тому, кто это задарил. Да, потом оно мне напоминает Light Blue или Blue Light, я все время путаю, местами меняю слова. А Dolce & Gabbana, а еще оно мне напоминает Light Kaka'in, не помню, это какой-то русской фирмы. Наверное, та же русская фирма, что делала вот это вот. Короче, духи, аромат которых сочетается с голубым цветом. Вот голубая крючка очень подходит этому Саммер Вайт от Эйвен. Так, у меня тут пока что No Name, французские духи, потом Ивановские духи. Я не помню, Элизабет Теллер, Теллер, пардон, Элизабет Арден, кому относится Франция, Англия, Америка, короче, еще Элизабет Арден, Green Tea, и Туалетная вода, Ленка Снегирь, спасибо тебе за подарок. Надеюсь, меня не захотят за этот высплеск эмоций в видео, что я ее помянула. Даже ее помянула, в добром словом. Короче, очень мне нравится. Это вообще Элизабет Арден, Green Tea и Big Moss мои были первые духи, и те и другие. Наверное, поэтому у меня с детства вот это идет, если что-то надо выбрать из двух, то у меня такая... А можно сразу два... В общем, вот. Их хорошо вообще юзать летом. Они, конечно, нихрена не стойкие практически. Ну, недолго так. Они, конечно, не 20 минут на тебе держатся. Да, на тебе, на тебе, зритель, если будешь их юзать. Но подольше, ну, как бы туалетная вода, спрейчик такой хороший. На самую жару вообще с ног до головы самый супер опрыскиваться. Ну, и так вот что-то я их открыла, думаю, вау. О, на май самое то. А у нас сегодня 28-е, завтра у моей подруги день варенья. Хотя отмечать мы будем его чуть попозже. Еще один эфраше, там он аромат, утро в саду, роза, снятость уже такая глубокая. А у меня эфраше-то тут только один, только, да? Ну, просто другой был тоже эфраше. Я так что-то эфраше, подумав про мой Морган. А это ведь не эфраше. Ну, тоже французский, короче говоря. Эфраше, утро в саду, снятость глубокая. Не настолько глубокая, как бывает, допустим, с чем-то иным от эфраше, но тоже глубокая. А вот почему эфраше. Потому что я показывала до этого судочная диска, которая тоже снятость. У меня такое ощущение, что эфраше поменялось с руководством. И тот самый главный эфраше, если и ласта еще не склеил. Ну, короче, все, которые относились к основному главному, Иву Роше, они уже как бы не у власти, поэтому там черти что происходит, что нормальное снимают. Производят какую-то хрень, косплей какой-то делают на себя и на других. Но не будем о грустном. Ну, короче, моноаромат, конкретно такая роза, утро в саду напоминает розу чисто для меня, вот когда эти черный чай с розой. Или бывает такой пуэр с розой. Давно-давно у меня был рассыпной пуэр с розой в какой-то красивой коробочке, там немножко лепесточков розы было. Вот по вкусу заварки пуэра такой же аромат, как вот это. Я как бы просто еду, по большей части ем, чай тоже по большей части пью, напитки, а люди их нюхают. Вот про то, что чай надо нюхать, я не знаю, может быть, аромат пуэра тогда с розой примерно такой же, как у духов был, или по вкусу. Я как-то для меня все время было открытием, я всегда фигела на друзей, которые, а, надо чай, чай, он так вкусно пахнет. Вы же ее пьете. Короче, тоже снятость, я помню в каком-то ролике парфюмерном, мне писали в комментах, ну, как бы это, не продала бы это я. Я могу, конечно, отливан сделать, если хотите. Это на роли Секрет де Сан, Секрет Эссенции, Секретная Эссенция и Фраше, парфюмерная вода на роли. У меня когда-то была, значит, минька, а потом я на эту разорилась полноформатную. Не помню, была у меня еще чуть другой флакончик, или только вот эти вот, сколько тут, 50 миллилитров. Оно мне напоминает, тоже уже снятость и Фрашевскую, у серии «Утро в саду», цветок апельсина. И еще цветок вишни, тоже «Утро в саду», и тоже снятость и Фрашевскую. У нас у них есть какая-то некая горчинка общая, свежесть горчинка. И я сейчас подумала, что оно чуть-чуть, отдаленно-отдаленно напоминает этой маленькой горчинкой «Эйвановский Саммервэ». В общем, пока что у нас тут два и Фраше. Один «Эйван», «Алиса Бартардан», «Морган», «Ноунейм русский». И еще спасибо тебе, Ленка Снегирева, или как-то там, за «Каури Юдзу» от «Фаберлик». Сначала я ее как-то так захейтила, она мне так не понравилась, какой-то компот, компот. А потом, когда у меня закончилась какая-то кеньская вода от «Эйфраше» серии, вот как чайное дерево, этот зеленый чай, то ли вербена, то ли такая вот еще, забыл, такие цветочки меленькие, желтенькие, долго-долго цветут, много-много растут, пчелы с них мед собирают. Что? А вот, «Джимлэс» может быть. Короче, то ли вербена, то ли еще что-то, ну, оно очень похоже на «Дюшес». И вот вербена тоже немножко похожа на «Дюшес». Короче, у них общая какая-то нотка «Дюшеса». Ну, свежесть такая. И я нащупала рукой крышечка у меня в руке, я стала думать, что это такое, неужели это «Эйван Фэм», которая у меня вроде еще была, вроде я ее не отсылала ни в какие поменяшки, хотя не знаю, может быть и отсылала, хрен знает. Короче, «Эйван Фэм» мне все время очень нравилась. И крышечка в руке, я понимаю, что это крышечка не от «Фэм». Это, наверное, крышечка от «Калорий Юдзо» от Фаберлика Слинг Снегиревой. Крутая штука. Короче, в общем, у меня тут и Фаберлика, и «Эйван», и «Два и Фрашей», и «Элизабет Тарден», и «Морган», и этот самый «Ноунэм» какой-то русский. Всего у нас их семь, и все они у меня переходят на май, уходят на май, кошак уронил. Два духа, причем как-то так выборочно, они так в разные стороны упали, такими лапками вперед. Кстати, они похожи, да? Это как бы женский такой силуэт. А это такой, ну не совсем женский силуэт, может быть мужской силуэт. Ну даже так вот, они по росту. Обычно женщина чуть пониже мужчины, такая идеальная пара, да? Вот тут синенькая такая, с переливами, перламутровая крышечка, и голубенькая такая крышечка. В общем, Саммервайт – это явный мужик. Может, они как-то тут упали? Потому что вот это тут бесится. Всем спасибо за просмотр. Если у вас на мае или что-то такое заявлено у вас самих, вот собираетесь нам в мае юзать что-то из моего, дайте знать комменты. Ну или просто сказать, типа, Лёля, май, я вот юзаю такое, которое вот, ну такое термоядерное, тёплое, согревающее. Я хотела сначала взять подарок от подписчицы Лёли, Фаберликовские. Сейчас я их даже достану. Но я поняла, что они так-то сейчас уже не пойдут, потому что они немножко, на мое ощущение, тяжеловаты. Аферик, Сенсуэль. Так, в принципе, вот на сейчас, на такую мокрую хренотень, на 28 апреля, они очень бы даже ничего. Но я сегодня заюзалась с цветочным диском. Так, ещё на них похожа, кстати, какая-то из Эмари от Эйвен, то ли, которую мне Лёля дарила, то ли, которую мне Лена присылала в поменяшке, или так, я уж не помню, которая из Евпатории. Ну, в общем, короче, зритель, так-то вот такой сумбурный обзор, болтливый. Осиба тебе, если ты это осилил. Пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.